Критические баги. Это важные баги, которые проявляются в процессе работы бизнес-логики. Это может быть какой-то неверный расчет или какое-то непредсказуемое поведение программы. Существуют также обычные баги. Такие баги, как правило, находятся в редко используемом функционале приложения, которое чиниться уже обычно после починки критических багов. Они менее приоритетны, и, как правило, пользователи редко заглядывают в этот функционал. Есть также еще малозначимые или минорные баги. Как правило, это какие-то опечатки в интерфейсе или какая-то не та тональность приложения. Такие баги не влияют на функциональность системы, и пользователи их могут даже не замечать. Но понятно, если мы выберем какой-то цвет, не совпадающий с фирменным цветом приложения, нашей компании какой-то, то такой баг можно переставрировать critical, и его тогда будем чинить. Обычно малозначимые баги они редко чинятся. Совсем когда делать нечего, бывает такое, конечно. Вот. Дальше у нас идет стоимость бага. Стоимость бага вырастает при движении по временной шкале. С каждым этапом к разработке он становится дороже. Что такое регресс? Регресс – это регрессионное тестирование. Это когда мы проверяем фиксы ранее найденных багов. При разработке нового функционала нам нужно проверить, что старые баги у нас перестали проявляться. Ну, они опять перестали возникать. То есть, мы починили так, чтобы не сломать починку, фиксацию предыдущих багов. Зачастую бывает, когда починка одного бага ломает другой баг. То есть, возникает другой баг. И при этом разработчик даже может не догадываться о том, что появился какой-то другой баг. Если мы сделаем регрессионное тестирование, то мы поймаем эти все баги. Мы их протестируем и поймем, что старые баги у нас работают или не работают. Ну, возникает, не возникает метод. Тогда мы сразу можем поймать эту ситуацию и сразу ее будем фиксить. И в этом случае у нас самая минимальная стоимость бага. На этапе разработки приложения, на этапе дизайна приложения мы тоже можем поймать баг. Стоимость его еще низкая. И чинить такой баг не составляет большой трудности. Поскольку кода еще практически нет в этом случае. Поэтому намного проще все это чинить, естественно. Когда мы поймали баг на этапе кодирования, то вполне возможно этот баг был получен в результате проектирования, в результате дизайна программы. И возможно нам потребуется пересмотреть всю архитектуру. И тогда уже стоимость починки этого бага возрастает. Наконец, когда функционал приложения уже разработан и код отдан с тестированием, то тестировщик или специалист по качеству может обморожить баг. И вам придется вернуться к коду, затратить на исправление бага время, отдать опять тестировщику, который опять в свою очередь потратит свое время. Возможно эта ошибка может быть связана с дизайном, с архитектурой приложения, тогда еще нам нужно вернуться на этап архитектуры и там что-то починить в базовых каких-то методах. Трудоемкость починки такого бага уже выше. И совсем плохо, если пользователь обнаружил баг какой-то. Если тестировщик пропускает баг, этот баг попадает к пользователю. Это будет очень трудозатратное исправление. А если вы разрабатываете банк-клиент и приводит денег у клиентов, подвисла какая-то сумма, то в этом случае наступает трудозатратное ресурсов не только на починку самого бага, но и на исправление ситуации. Вам придется, кроме того, что вам нужно будет быстро этот баг починить, вам еще придется какой-то датафикс сделать, исправлять данные приложения. То есть понятно, что когда уже в продакшене возникает баг, то тут уже очень плохо. Поэтому, чем раньше мы находим баг, тем менее трудозатратно его чинить. А как починить баг еще до регрессионного тестирования? Юнит тестами. Это можно делать юнит тестами. Какие бывают тесты? Тесты пользовательского интерфейса. Это когда мы, когда какие-то системные тесты, когда тестируем мы все это вручную. Возможно, уже и не вручную, потому что уже очень много продуктов на рынке, которые позволяют нам эмулировать пользовательский интерфейс. Следующий этап – это тесты на взаимодействие между объектами. Это так называемое интеграционное тестирование. Когда, возможно, тут уже пользовательского интерфейса нет в наличии. Мы не тестируем пользовательский интерфейс, но мы тестируем связь между двумя объектами, между базой данным и бизнес-логикой, к примеру. Между двумя различными какими-то системами по обмену информации между собой. Какое-то взаимодействие между системами, между объектами. Также есть такое понятие как юнит тесты или тесты блока кода. Блочные тесты их иногда называют. Эти тесты покрывают маленькую часть кода и, как правило, это один какой-то метод объекта, причем, возможно, несколько тестов будут тестировать один и тот же метод. И тестируем мы понимаем, что конкретно какой код не работает. И искать ошибку приходится уже не по всему приложению, а только в отдельно взятом методе. Юнит тест. Для написания юнит теста нам необходимо изолировать тестируемый код от другого кода. Главное юнит тестирование – это быстрота выполнения. Нам не надо каждый раз лазить в базу данных, мы можем подставить фиктивные какие-то данные от тестируемого кода и посмотреть на его поведение. Юнит тесты должны быть простыми. Чем проще и понятнее, тем лучше. При использовании юнит тестов основной код приложения становится модульным, потому что мы постоянно изолируем один код от другого кода. Юнит тесты. Чтобы работать с юнит тестом, надо уметь работать с инверсией управления, его так называемым, Inversion of Control. В частности, внедрение зависимости в Dependency Injection. Это одна из распространенных реализаций этого паттерна. Если вкратце, то создается интерфейс, описывающий поведение объекта, от которого зависит другой объект. И в зависящий объект передается зависимый объект через интерфейс. Для тестов можно подключать библиотеки, которые умеют создавать такие заглушки, Moki и Stab, так называемые Moki и Stab. Для кода же можно подключать его к контейнеру, которые по интерфейсу умеют создавать реальные объекты. Их достаточно много, но сегодня мы будем говорить все-таки про юнит тесты, а не про контейнеры. Давайте попробуем немножко поработать. Я создаю Android приложение. Какое-нибудь. Простое-простое. Меня все устраивает. Просто-простое приложение. Так мы создаем. Обычное приложение с обычным HelloWorld. Сейчас мы попробуем на простом примере приложения HelloWorld как-нибудь его протестировать, что-нибудь с этим сделать. Сначала давайте его просто запустим. Посмотрим, что он работает. Идет построение проекта. Вот. HelloWorld. Ну, маленькими буковочками написано. Но я хочу немножко побольше все-таки сделать, чтобы было видно. Открываем наш макет. Сразу идем в текст. Пишем здесь. Программ, мне кажется, хороший размер. Отлично видно. Запускаем. Ну, HelloWorld. Нормально. Давайте будем свои результаты фиксировать сразу в гид. Создадим новый репозиторий. Я привык гид экстенчном пользоваться. Конечно, можно вручную пользоваться. Но гид экстенчном, мне кажется, все-таки быстрее. Быстрее. Добавим. Дефолт. Сохраним. Делаем commit. Делаем это все в commit. Напишем. Делаем commit. Фиксировали наше изменение. После этого. Значит, давайте вот сразу сделаем текст. Делаем его в ресурсы, отправим. Да, ресурс будет. Приветствия какое-то. Сейчас это, конечно, все будет работать. Но давайте сделаем немножко по-другому сейчас. Нам же нужно протестировать, что мы выводим на экран. Да, и поэтому давайте сделаем новый класс, который будет заниматься выводом. Ну, предоставлением строчек нашей activity. Ну, назовем ему как-нибудь билдер. Гритин фрейс. Просто мы что-нибудь сейчас выведем. О, вот, нормально. О, нормально. По майн-activity сейчас сделаем такую вещь. Ага. Сделаем, значит, походим к текстую. И кайтишнику получить фразу и кайтишнику. Понятно. Кайти. Крит. Вот. Давайте запустим, проверим, что все работает сейчас. Конечно, он не будет работать. Мы же и пока билдер гритин фрейс никак не используем. Сделать. Пишем вкладывание текста и напишем с билдер. Можем запустить, сейчас удостовериться, все работает. что все работает. Хорошо. Так, ну, у нас все тут работает. Давайте все-таки приступим. А, ну, давайте сначала в git сохраним все это тоже. Закоммитим наши изменения. Напишем, что мы здесь экстракт логик, да, логик. Так. Так. давайте сделаем тест теперь. Тест у нас делается. Можно написать какой-нибудь тест. вот я вот предписать по имени класса логик. Рейтинг фрейс. Рейтинг фрейс. Гэт. Метод гэт. Ну, это будет обычный тест. Здесь нам просто нужно этот билдер грейтинг фрейс построить. Hello. New. Проверить. Hello world. У нас там hello world должен быть, да? так. Информация получается из метода билдер hello давайте проверим. проверяем, да ладно, не найдены. Два теста найдено. ну, этот тест можно удалить, это просто тест, ради теста, два плюс два четыре. Это тест у нас уже тестируют что-то, какие-то фразы, но это не интересно так просто тестировать код, который уже у нас, и так уже работает. вот. Допустим, от клиентов поступила какая-то новая вводная, значит, новая проблема. говорят, мы хотим на русском языке читать полуборд, мы не понимаем, что это такое, просто дайте нам, пожалуйста, привет, мир. хорошо, давайте напишем здесь, привет, мир, забейте, я пишу сейчас это все в тесте, я не правлю код, я пишу так, должно работать. привет, мир, должно быть, привет, мир, получайте, хорошо, давайте, привет, мир, при этом мы начинаем тестировать, да, сразу запускаем тесты, смотрим, тест упал, тест не прошел, почему, начинаем разбираться, так, должно быть, привет, мир, у нас актуальные, ага, hello world, понятно, надо исправить, хорошо, заходим, наш класс, просто пишем, привет, мир. Привет, мир. Пишем, смотрим, так, опять упало, смотрим, так, мир с маленькой буквы, ну, давайте с маленькой буквы будем писать, заходим, еще раз смотрим, тест прошел, отлично, а теперь, так, начало гид, обязательно, наши шаги будем сохранять гид, я потом, впоследствии, выложу этот гид, куда-нибудь на гидхаб, можно по-русски писать. Так, вот, может ли они такие люди, они всегда чего-то хотят. Так, и на английском, и на русском, и чуть-чуть попозже, давайте. Пользователи захотели добрый вечер и доброе утро, чтобы было утром, соответственно, и вечером. Давайте напишем тест какой-нибудь. Значит, для решения этого теста нам нужно понимать, что когда наступает вечер, когда утро, и какие-то параметры нам придется передавать в нашу логику. В зависимости от этих параметров мы поставляли ту или иную фразу. Давайте напишем тест. Пишется, конечно же. Давайте просто скопируем. Напишем здесь good morning. good morning. Здесь напишем доброе утро. Здесь поставим, давайте часами будем ориентироваться. Значит, сколько? Ну, три часа утра пусть будет утро. Соответственно, сразу ставим тест на 11 часов утра еще у нас. Утро у нас будет с трех до одиннадцати. Понятно, что у нас тут сразу возникает ошибка компиляции. Можно даже не компилировать, потому что тут уже подсвечивает красным. И доброе утро у нас никак сейчас не увидится. Так. Для этого нам нужно сделать еще один метод. Он будет принимать у нас часы. У нас будет принимать. Но, к сожалению, нам нужно тут обязательно ретон написать хоть какой-нибудь. «Доброе утро». Смотрим, проходит ли тест. Смотрим. Тесты прошли. Отлично. С утром разобрались. Давайте теперь еще и вечер сделаем. Тест. Открываем его тоже. Не забыть, надо поменять все. Тренинг. У нас будет пять часов. Так. Так. И до двадцати. Тренинг. Двадцати, конечно. Давайте запускать. Утро мы не убрали, конечно. надо вечер написать добрый вечер добрый вечер видим проблемы так ожидаем добрый вечер доброе утро ждем добрый вечер акцию доброе утро отлично так что мы делаем понятно поставим условия тогда если у нас время часы значит если у нас часы больше или равно скольки значит доброе утро и при этом они должны быть еще 11 там доброе утро в случае наверно добрый вечер так же всегда что-то возвращать там добрый тесты прошли прошли хорошо давайте программу запустим что будет интересным на программу не так запускать немножко вот так вот и запускаем так тут еще пример мир так потому что мы мы активите еще ничего не сделали значит получается что тест она помогает тестировать продукт невероятно какие внешние условия то есть неважно там что у нас на экране сейчас на логику нас уже протестированы получается что нам нужно еще добавить здесь время если мы добавим здесь например ну давайте пока 11 добавим и посмотрим что будет получается доброе утро но на самом деле нам нужно 11 ставить нормальный час давайте поставим поставим ударяет а дарь и финс как то так пишется финс ну и календарь опять запускаем смотрим так он уже запустился да подавать это все опять в репозитории правильно изменения будем фиксировать значит что у нас тут мы добавили тут приветствия вечером днем утром днем местные ok и Что будет, если днем, например, запустить? Это же, наверное, неправильно будет. Оно будет неправильно работать, да? Давайте попробуем. Нам клиенты хотят еще и добрый день, чтобы было. Значит, тут уже как-то будет, наверное, не очень хорошо. Давайте попробуем. Это у нас 13 часов до 16. Будет добрый день у нас. Так. Так. Можем запустить, проверить, убедиться, что не работает и фиксировать это. Не работает. Кстати, вот тут я заметил, что можно немножко оптимизировать код. Объяснить. 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 Тоже напишем добрый вечер. Так. Так. Тоже самое. И здесь давайте то же самое сделаем. Так. Так. Последний. Последний тоже. Давайте проверим все тесты. Так. Понял. И упали там, и упали какие-то из них. Ну, конечно, упал, его надо чинить. Надо чинить. Добрый день, добрый вечер. Так. Ну, давайте вот будем делать еще раз. Еще одно условие. Так. Есть у нас часы. Есть у нас часы. Я постараюсь говорить однотонно. Ну, в смысле, с одинаковым уровнем звука. Если вечер, значит, у нас с 17 и до 23. Так. И, соответственно, давайте напишем еще и день. Если у нас больше или равно 12 и меньше или равно 16. У нас 16. Проверяем. Проверяем. Ф podia добрый вечер. Проверяем. Угу. Как раз. Добрый день с отрицательным знаком, а у нас он без знака. Поймали ошибку. Все прошло. Давайте доброй ночи что ли, сделаем уж заодно тогда. Первое, ставим уж доброй ночи. Доброй ночи написал, теперь пишем, это у нас ноль может быть, или 24 иногда, да, мы можем так написать, и до 2, 3 часа ночи, наверное, да, все-таки, или 3, ну пусть будет 2 часа ночи, 3 часа утра будет. Вот. В принципе, можно еще проверить 24, потому что иногда мы пишем 24, наверное, почему-то, да, ну, не знаю, такого, наверное, не бывает у нас в этом, поставим на себе случай. Доброй ночи, добрый день. Ага, понятно. Меньше 12 и больше 16. Интересно. Да? Когда мы ноль ставим сюда. Ну, не больше 16. Так, смотрим сейчас. Можем подбажить, кстати, еще. Бак. А, ну, точка остановилась, не доставится. Так, остановились на дебаге. Степовар, степовар, этот провод отрабатывает. Так, это нужно уже, наверное, выйти отсюда, сюда выходим. Куда-то мы уже ушли, похоже. Давайте вот здесь лучше точку поставим. Дебаг. Дальше. А, я тут нажал. Восемь и восемь. Почему у нас ноль? Ноль. И если час больше или равно 12, он же ноль, он же не может быть больше или равно 12. Восемь и восемь и восемь и восемь и восемь и восемь. Интересно. Хорошо. Давайте посмотрим, посмотрим. Так, давайте посмотрим, в чем может быть проблема тут. А, ну, конечно же, потому что мы точку запятой где поставили. Точка запятой, это у нас пустой оператор. Прогоняем тест. Так, он даже не билдится. Потому что он, наверное, не может ничего нам здесь сделать. Нету последнего. Давайте напишем проблема. Дебаги убираем. Тест прошел. Тест прогоняем. Так, они все проходят. Отлично. Отлично. А теперь давайте сделаем, значит, такую вещь интересную можно сделать. давайте сделаем это еще не только на русском языке, но и на английском языке. Теперь. Значит, для этого нам нужно сделать интерфейс некий, который будет реализовываться activity нашей. потому что мы не можем ресурсы взять без activity, без компонентов. так, что, почему проверяется на 12, а не на 24? Ну, потому что день у нас с 12 часов начинается и кончается 16. Но утро начинается с 3 часов до 11. Дальше. Дальше. День с 12 до 16 и с 17 до 23 – это добрый вечер. Остальное – ночь. Так. На чем мы остановимся? Ага. На интерфейсе. Нужно сделать интерфейс, который умеет доставать данные с ресурсов. Не умеет, а дает возможность доставать данные с ресурсов. Где-то это реализовывать. Будем в activity реализовывать. И его будем сюда в Builder давать этот интерфейс. И по этому интерфейсу будем получать фразу. также. Создаем. Создаем новый интерфейс. Фразис. Называем его фразис. Я гид отправил это все? Похоже, я гид это все не отправлял еще. Фразис. Фразис мы пока не будем. А вот это отправим. Напишем тут поддержка. Фразис. 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 Здесь мы будем получать некоторые там скажем. Фразис. Фразис. Угу. Даже. Фразис. Г tin. Спиринк fuck. So the other stuff. seront. Def. и давайте еще просто у нас где-то было и мы можем его интерфейс добавить здесь конструктор соответственно нам нужно его ну пусть так и будет хорошо бы сохранить все эти надписи ресурсах вынести в ресурсы ресурсы новый файл как он там пишется ресурс эти тенн забываю дроид ресурс файл файлные значит у нас будет что агенек статус value strings и будут стрингами тогда такими же и будут new что у нас квалифаер и новое сочный файл как локально нужно выбрать нужно выбрать здесь русский язык поскольку это русские фразы язык должен быть рашен так или регион как он там не нахожу никак сейчас найдем дойдем немножко осталось и здесь ру тоже надо будет ру окей так добавляем это все естественно гид немножко не то хочу вот это все сейчас просто скопировать и там переделаем вон у нас грит просто будет так лорк вид мир Привет, мир, сюда, дальше пишем, наши ресурсы, morning, morning, это будет у нас, доброе утро, следующий ресурс, будет добрый день, так, следующий, добрый вечер, следующий, night, night, так, это, соответственно, доброй ночи, это то, что я копировал, они все, чтобы сразу сюда это все скопировать, good day, good afternoon, good afternoon, good evening, good evening, good night, так, ресурсы добавлены, теперь мы, значит, phrases у нас есть, у нас есть методы, которые эти должны вещи забирать, вот, и мы будем сейчас их использовать просто здесь, так, hello просто, так, следующий, следующий, у нас вечер здесь, у нас вечер здесь, это, следующий, phrases, а у нас afternoon был, afternoon, естественно, естественно, если мы сейчас запустим, мы ничего хорошего не увидим, потому что мы даже не скомпилируем программы, тест не скомпилируется, потому что нам нужно сюда что-то подставить, какие-то фразы, какой-то стаб, давайте пока стаб сделаем просто как стаб, организуем здесь класс, phrases, его назовем, который будет имплементировать, здесь мы здесь делаем, здесь мы должны все это вернуть опять же, дальше, доброй ночи, доброй ночи ставим сюда, следующий вечер, тут идет так, вечер, дальше afternoon, это день, добрый день, хочу здесь увидеть, good morning хочу увидеть, good morning, это утро, получаем утро, так, проверяем, компилируется еще до сих пор, ну хорошо, можно сделать вот так вот, сейчас сделаем здесь, сделаем здесь член, phrasis tab, phrasis tab, и его сюда будем отправлять, наши руку фраз так запускаем можно здесь запустить а ну да конечно здесь мы ничего же ничего не сделали пока ну что ж придется тогда и здесь сразу элемент делать ну я пока не хочу запускать ничего тут изменять здесь ругается не ругается уже а конструктор да хочу тесты чтобы прошли пока вот тесты прошли все то есть таким образом у нас сделан стаб который что-то подменяет вместо того чтобы использовать какую-то логику обмена между ресурсами и программы и мы все эти фразы получаем здесь здесь сделать ресурсы нам нужно эти ресурсы добывать нам получается что нужно здесь вот сделать get ресурсы string string учить morning каким morning получить здесь то же самое только так то есть у нас вечер делаем вечер есть еще холло есть еще холло есть еще холло Ещё раз запускаем их, убеждаемся, что всё хорошо, и можем запустить саму программу. Запускаем, видим, good morning, потому что это устройство у меня, оно на английском языке. Но можно ещё запустить, ведь не только, ещё я настраивал ещё одно устройство. Ну, на русском языке должно быть. Так, ну, пока пускай загружается. А мы сделаем такую вещь. Дело в том, что если у вас сложный какой-то интерфейс, и его вот так вот очень неудобно создавать, там, куча методов, прочих. Ещё и, может быть, используется во многом местах. Естественно, лучше что-то другое подключить в этом случае. Кстати, вот, добрый вечер. То, что в одном английском было у Древненко, а здесь добрый вечер. Кстати, почему вечер? Наверное, что-то вот ошиблись опять где-то. Так. Допустим, ещё здесь. Я уже запутался в этих устройствах. Какой-то куда отвечает. Гуд Монинг. Добрый вечер. Что-то не то. Давайте смотреть. Гуд Монинг. Добрый день. Добрый вечер. Доброй ночи. Привет, мир. Вечер. 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 Интересно. Вечер. Вечер. Тесты тоже иногда надо тестировать. Но тесты, они, как правило, сами себя тестируют. В тестах тоже могут быть баки. Но тестировать тесты ради тестов, это уже, мне кажется, несколько лишнее. Какие идеи будут здесь? Evening. Afternoon. Morning. Русском. Morning. Доброе утро. А здесь, наверное, потому что уже день наступил. Поэтому у нас такая вещь. Да? Значит, получается, что у нас... Давайте попробуем подэмбажить. Так, это у нас... Вот это мы закрываем. Чтоб не ошибиться. Запускаем. Конец тоже запускаем. Ну, а, давайте продолжим пока... Чтоб подвисло у меня тут конкретно. На одном устройстве можно на двух языках сделать, но это будет уже... Как бы мы можем язык подменить в конфигурации самой программы и брать ресурсы конкретного языка. Но мы сейчас такой цели не ставим перед собой. Так. Доброе утро теперь. АПП. Дебаг. Поехали. Посмотрим, как он дебажит у нас. Заду немножко подебажим. Тринцера. Поехали. Да. Но... Готово. О, усилой. Внимание. Входим. Заблут, дебажится все подряд. Все эти классы Можно посмотреть, в принципе, как это еще работает. Так, еще раз, что-то я не понял немножко, где это было. Еще раз давайте попробуем. Так, естественно, каждый раз дебажить и каждый раз вот так вот смотреть, это очень долго, поэтому лучше, конечно, тесты писать. Будет все хорошо. А, вот 9, а почему мне 9? А, просто у меня на устройстве сейчас 9 часов, поэтому такая ерунда. Понятно, а на другом устройстве другая, другое время. Можно тут установить какое-то время, смещение его в установках. Ладно, не будем сейчас время тратить на это. Стоп, пол. Вот, хотел я показать другую вещь. Как можно просто стабить или мокать интерфейсы без применения вот этих вот классов стаб, чтобы его не писать. Для этого нужно подключить одну библиотеку, такую хитрую. Макита называется. Заходим сюда, в Gradle и пишем, значит, пишем Test Implementation. Орг, он так называется, Макита, Макита. Выточим, Макита. 19. Это все. Чтобы он эту библиотеку нам подкачал, сейчас подцепил. После чего мы можем в тесте включить сейчас. Статик, статик. Это... Можно было и потом сделать. И с помощью этой макиты сейчас будем создавать мокт для интерфейса. Так, еще нужно один импорт сделать. Импорт. Врг. Джи-юнит. Джи-юнит. Макита работала. Надо еще... Conviz. Conviz. Теперь сделаем аннотацию. Перед классом. Conviz. Джи-юнит-райнер. Это так вот. Макита-джи-юнит-райнер. Вот он он. Дальше. В самом классе уже вот этот фрезискап. Можно написать вот так вот. Класс. Класс. Это значит, что мы будем создавать как бы эффективный такой класс. средствами вот этого библиотеки. И в том числе мы сможем сейчас сделать... Вот так вот. Сейчас мы удаляем. Ну, понятно, потому что у нас фрезис должен же быть, а не фрезис. Так, здесь мы делаем конструктор. Конструктор нашего тестового класса, где мы напишем сейчас. Да. Мы хотим получить фрезис. 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 Гет автонун, пускай, если он хочет первым. Гет автонун. Фрезис. Гет автонун. И так вот следующий... Все наши фразы нужны. Встану он потом. Гет автонун. Звучит автонун. Гет автонунун. Добрый вечер. Здесь напишем. Это там слово. Да, там привет мир какой-нибудь. Привет мир. Дальше. Здесь, если мы сделаем. Morning. Доброе утро. Написать. Следующий у нас. Вот кто. Автоном. Монинг. Ло. Юнинг. И Найт. Найт остался. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Пять штук. Доброй ночи. Удаляем. Не нужна она нам. Вот. One test. А. Ну да. Фрезистап мы делаем сюда. Все правильно. Тесты прошли. Теперь нам этот класс уже не нужен. Так. Я давно сохранил. Репозиторий. Фрезис. Ой, даже от фрезис. Забыл еще сохранить все это. Ну ладно. Давайте сейчас сохраним хотя бы. Напишем здесь. Забавление. И использование его в построителе. построить. Соответственно. Заглушки. 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 Ну, собственно говоря, все. То есть, получается, что мы сейчас Мы сейчас сделали наш тест на основе МОКО интерфейса. То есть, вот этот интерфейс вот он такой он здесь создается класс на при помощи библиотеки Макита и этот класс уже цепляется к нашей логике построения фраз. Не используя никакие больше классы и этот класс уже может теперь удалить и все будет работать. Удаляем. Запускаем тесты. Тесты отрабатывают. У меня все. Если есть вопросы, то задавайте. . . . . Продолжение следует... Еще сделать какой-то вебинар, типа он уже не просто так вот на Hello World, а там что-то более сложное сделать, чтобы данные брались откуда-нибудь с интересных каких-то мест, а может быть с базы данных или еще откуда-то, и чтобы какой-то логика, какая-то класс логики, он мог использовать через интерфейс эти данные, и эти данные замок сделать. Здесь и показать, как это работает. Если это интересно будет, то я проведу такой вебинар. Ну ладно тогда, все наверное. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok